Доброе утро. У нас в Ялте идет активная подготовка к предстоящим праздникам. Но сначала я хочу сказать пару слов о погоде, потому что последние сутки особое внимание СМИ приковано именно к Ялтинскому региону. Вчера наши ялтинские коммунальщики разбирали последствия, скажем так, урагана. У нас были повалены конструкции, различные скульптуры, были повалены деревья. Но постоянная работа все-таки привела к тому, что последствия были ликвидированы. Наши журналисты оперативно включались с места событий. Но все-таки предупреждаю, что и сегодня действует штормовое предупреждение. Поэтому будьте аккуратны. Это предупреждает и МЧС. Но в такой день мы хотим поговорить о великом празднике, предстоящем празднике. К нам приближается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И нужно об этом говорить уже сейчас. И мы пригласили к нам в гости в такую погоду, в такое раннее утро, Людмилу Ковалеву. Это заместитель председателя Ялтинской общественной организации ветеранов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как город готовится к Великой Победе, к такому великому дню? Вы понимаете, год 75-летия Великой Победы, этот год, год памяти и славы. Да, это действительно год памяти и славы. Но это еще год необыкновенной ответственности, совести каждого. Потому как с победой связана вся наша биография, наши подвиги, наши трудовые дела. И самое главное, это люди, которые завоевали эту победу. И подготовка к празднику, она уже началась, естественно. Мероприятие, большая программа мероприятий подготовлена. Она будет утверждена от мала до велика, будут включены в этот праздник. Как городские власти, общественные организации. Я думаю, каждый житель Ялты. И, наверное, очень правильно, несмотря на раннее утро и рассказ о такой погоде, нам сегодня важно в душе каждого человека сформировать тот климат в душе, ту погоду, которая располагала к памяти, совести, доблести и чести. И поэтому ответственность, которая налагается, она обязывает к чему? Прежде всего, это забота о тех, кто, завоевав победу, дожил до наших дней. Это, прежде всего, вопросы, связанные с их состоянием здоровья, жилищными условиями. Это все закладывается в программу. Следующий очень важный момент – это увековечивание памяти. Это наши обелиски, это могилы, воинские захоронения. Их тоже нужно привести в особый порядок. Все-таки 75 лет мы должны помнить, чтить и никого не забыть. Вот это никто не забыт, ничто не забыто, чтобы не превратилось в какой-то лозунг, но не действующий. Он должен быть в жизни, в душе и в поступках. Следующий момент – это оформление города. Я вам так быстро о главных моментах. И, конечно же, тема оформления города, тема связи поколений, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение, а у нас это удачно в городе получается, вовлечение от детского садика, детишек к подготовке этого праздника до взрослых, совершенно взрослых людей. Поэтому мероприятия связаны с патриотическим воспоминанием, с тем, чтобы не допустить и уже каждому заняться тем, воспоминания тех, кто может сделать о войне. Как это было? Донести правду истории в полном ее объеме, противостоять фальсификации. И очень правильно. Если все средства массовой информации, спасибо вашей студии, такой молодой для нашего города, что вы поднимаете эту тему. И пусть каждое утро нашего жителя начинается с того, а кто рядом со мной? А если это тот дедушка, он воевал, он меня защитил, он работал в тылу или она работала в тылу, давай погладим руку ему, давай скажем спасибо, скажем доброе утро, добрый день и поможем сделать эту жизнь лучше. Спасибо вам большое, что провели это утро с нами и за вот такой чувственный разговор. Коллеги, я напомню то, что действительно важно вспоминать все эти события, и мы продолжаем подготовку к этим масштабным мероприятиям. Но все-таки вернусь к погоде. Завтра у нас ожидается до 7 градусов тепла, поэтому можно как-то распланировать свои выходные и приехать к нам в гости. Ну, коллеги, расскажите, как у вас в Симферополе? Спасибо большое, Лилия. Вот гости к вам очень хочется, честное слово.